ФИЛЬМ РЕКОМЕНДОВАН К ПРОСМОТРУ ЗРИТЕЛЯМ СТАРШЕ 16 ЛЕТ Всем привет, комрады! Это канал Морган Геймс. Мы продолжаем Ведьмака, продолжаем похождение и прохождение Геральта из Ривии. Недавно мы соблазнили саму Наяду, точнее Дриаду Морен. Наяда это речная, анимка это лесная. Мы искали здесь мальчика пропавшего, а в итоге пропали сами под чарами Дриады. Так, надо пойти теперь к Васке, доложить, что мальчик действительно пропал. Куда он, интересно, мог пропасть? Это маленький мальчик. Маленький мальчик, да, играл водолаза, смело нырял он на дно унитаза. Добрая тетя нажала педаль, мальчик умчался в вонючую даль. Может и с ним так само получилось? Что же за маленький мальчик? Может он реально умчался в эту вонючую даль? Может кто-то провалился в эту болотную жижу? Тут один хрен, тут вроде какого-то поколения воды. Маленький мальчик варил холодец, по полу ползал без ноги отец. Знает, наверное, история про то, как дедушка этот болотный был маленьким мальчиком. Вырос же в итоге людоед. Так, надо еще нам не забыть у Лойзы болта забрать его болт, точнее топор, который он нам... А вот он его и держит. Лойза, на изготовку уже, да давай, сюда. Продолжай. Да, я сейчас продолжу. Так. Я поговорил со старейшиной Каменщиков. Она говорит, с водяными можно договориться. Говорить с рыбой людьми? Ты что, идиот? Думаю, стоит попробовать. Тогда удастся избежать кровавой бани, о которой ты просишь. А мне ты что предлагаешь делать? Приделать себе ласты и начать квакать? Топор давай. Дай мне свой топор. Я отнесу его водяным в знак перемирия. Для меня это серьезное испытание. Ну ладно, попробуй. Я отнесу топор рыболюдям и вернусь с ответом. Продолжай. Такой неверующий. Ладно. Счастливо оставаться. А топор. А, он отдал. Это что за... Что это тогда за топор у тебя в руках? А, это, наверное, топор для рубки дерева. Этого трухлявого дерева. А у меня другой топор, видимо. Ну да, неважно. Главное, что топор он отдал. А вот, топор Лойзы Болта. Большой такой секер. Секер. Секира. Так, а где же маленький мальчик-то? Надо сейчас к васке пойти. Одна беготня. В той серии бегали туда-сюда. То к васке, то к Лойзе, то к Лойзе, то к васке. Сейчас тоже бежим так само. И потом же, вероятно, еще когда мы положим топор, когда эти водяные успокоятся, надо будет вернуться к Лойзе опять и сказать, что типа все хорошо, все получилось, и мы угомонили водяных. Жестоко. Такая, Геральт, тебе испытание на 3 км. Да тут уже не 3 км, а тут целых 33 км. А маленький мальчик нашел кимоно, да? Пару приемов увидел в кино. С криком кия и ударом ноги папины яйца стекли в сапоги. Может, это его папа куда-то запроторил за то, что его яйца стекли в сапоги из-за сына. А может еще, например, маленький мальчик, что там, нашел пулемет, да? Больше в деревне никто не живет, только осталась бабка Матрона. Шаль на нее. Не хватило патрона. А тут в деревне все живут. Тут бабки Матроны не осталось, а остались одни мужики. Что ты делаешь? А ну вот спрячь, сука. Ты что, сцышь в беседку? Тут же, блядь, тут же хранятся припасы, не знаю, он ее обсцекает, охренел. Достал хрен, вывалил и сцышь. Я буду контролировать, чтобы вы такой херней не занимались. Ну, я положил, ай. Я принес в жертву топорный алтарь водяных, что дальше? А, в полночь придет один из рыболюдей, и если жертва ему понравится, и хрена себе какой. Вы разборчивый. Оставит что-то взамен. А им не хрен там, чем под водой рубать. Так, смотрите, секунду, я вас контролирую. Работайте, на меня смотрите. Не, главное, а что ты не мог пойти посцать вот тут под кустом, чтобы и гольчатый мир, мирт, рос лучше? Что ты обязательно сцышь в беседку? А если там бы твои сородичи сидели, или спал бы кто-то, ты бы на голову кого-то настал. Вообще просто не контролируй свой хрен. А ты что тут ходишь, срал что ли там за домом? Не нравятся мне эти кирпичники. Так, васка, васка, васка. Надо сейчас попасть к васке и... Сказать ей, что мальчик действительно пропал. Как и бабка Матрона. А может ты бабка Матрона на этой деревне? Вот она. До сих пор молитесь? Вы что, ребята, сколько же можно-то? А этот он молится рядом с бутылкой. Конечно, там удобно молиться. Владыки, вот уже близко. Что-то я их пока не видел еще ни разу. Друиды точно не забирали твоего мальчика. Но я пока не знаю, что именно случилось. Если я его найду, непременно доставлю сюда. Враги окружают нас. Мальчик исчез. Пусть это будет предупреждением для всех. Мы должны готовиться. К чему готовиться? Владыки, вот уже близко. Шикарно. А это мы у тебя спрашивали? Что-то у нас светится еще. Расскажи мне, как общаться с водяными. Мы мало что знаем о божественном языке, владык. Мы общаемся с ними с помощью предметов, которые кладем на алтарь. По ночам владыка приходит к алтарю, и мы получаем ответ. А где находится алтарь богов? У печи между карьерами. Найти его очень просто. Почему вы поклоняетесь рыболюдям? Говори о владыках с уважением. Извини, вырвалось. Мы верим, что весь мир поднялся из воды и когда-нибудь снова вернется туда. Все злое родилось на суше. Владыки, вот, божественные создания. Они хранители древней мудрости. Но под ними есть единый бог. Создатель всего. Обитатель глубин. Тот, кто придет в гневе. Что это за бог? Бог всех богов. Даже боги-владыки служат ему. Я не могу говорить о нем с непосвященным. Да что ты. А зачем класть предметы на алтарь? Ты не один из нас. Я только могу посоветовать тебе поговорить с владыками и признать их силу. Да-да, безумно хочется уверовать. Они любят растения, особенно те, которые растут в болоте. Они благосклонно отнесутся к тебе, если ты принесешь на алтарь какое-нибудь растение. И что кроме растений вы оставляете на алтаре? Наши женщины варят мед и курят фемиам. После того, как мы кладем это на алтарь, наши больные чудесным образом излечиваются. А что еще? И, наконец, хочу предупредить тебя о том, что нельзя класть на алтарь. Все, что вредит животворящей воде, оскорбляет величество владык. Не уверен, что я тебя понял, но буду осторожен. Все сухое — знак неудовольствия. Знак гнева — это ужасная смерть от рук владык. Чего? Я топор положил. Топор — это, типа, знак гнева или что? Давайте сохранимся, что-то мне не нравится. Давайте сейчас тогда до полуночи спим, да, или до утра лучше всего. Владыки, вот уже близко. А ну, мать, позволь у тебя заночевать. Мать, позволь заночевать. Ух, так, хорошо. Давайте аж вот так вот. Что это было? Что это было? Это я спать лег. Делать нечего. Мне? Мне как раз есть чего. Так, сколько время? 5.30. Уже должны, в принципе, владыки проснуться и что-то там положить вместо топора. Знаете, как напоминает, как, типа, Новый год, там, маленькому мальчику там положили под елку подарок. Типа, он утром просыпается и идет смотреть, что там такое. А вот и мы сейчас идем смотреть. Что же нам оставили-то? Какой гостинице ставили нам владыки? Темно, хоть глаз выкори. Алтарь водяных. Так, и что там? Положили мне гостиницу-то? О! Амулет водяного. Этот амулет, являющийся символом благосклонности водяного, сделан из камня и растительных волокон. Все, я должен теперь зайти к Лойзе Болту и забрать вознаграждение. Папе, Ляле. Вот это я понимаю. Все. Знание выполнено. Мальчик пока что где-то ошивается. А давайте сейчас посмотрим в эту. Зайдем в пещеру. Может он сюда мог забрести. И он же где-то в этом районе-то прогуливался. Может он в пещеру пришел. Где же этого мальчика-то черти носят? Пять волки. Заново появляетесь, скоты. Суки, где мальчик? А ну не грызи меня тут. Не грызи собакой, я сказал. Так ты же есть собака. Все? Нет, не все. Вот теперь все. Так, хорошо, где пацан? Сколько шкур этих волков? Самое главное, прикинуть кому эти шкуры можно вообще сплавить. Потому что мне кажется, что мы их собираем-собираем, а в итоге продать некому. Это надо идти по-любому, надо идти в Изиму. И в Изиме уже смотреть, кто там будет из торговцев принимать эти шкуры. Кто не будет. Мне кажется, пацана здесь нет. Темно, блин. Ни хера не вижу. Ну, здесь же мы были уже. Тут эти грибы всякие растут, там волки ходят. Не, пацан бы, если бы он здесь и был, то его бы уже давным-давно бы сожрали бы волки. Поэтому я очень сомневаюсь, что он находится здесь. Ладно. Ну, точно нету. Сорвем пока грибочков. Сколько у нас этих грибочков-то? Где они? Чуть я их не выкупаю. Нет, это... Эти зубы... А вот, 23 гриба. Нормально. Все, пособирали. Валим отсюда теперь к Лойзе. И все, вот отдадим ему сейчас эту штуку. И можно спокойно валить уже с чистой совестью в зиму возвращаться. Вот такой вроде расцветает уже. 6.00. Ну, конечно, уже такое самое именно раннее утро, когда особо свежо и когда просыпаться лучше всего. Потому что если ты проснешься рано утром, потом голова не будет болеть, будут силы. Где-то, конечно, к полудню тебе заходится спать, поэтому нужно пить кофе или там чем-нибудь другим раздражаться. Там умываться холодной водой. Но по себе знаю, что если рано утром сильно вставать, то потом тебе хочется спать только аж ближе к 11 сейчас часам, там к 10. А так ты целый день такой бодрячок. А если там проспать, ну не знаю, до хрена сильно времени, там до, скажем, до 11 утра, разоспаться, а так будешь такой вялый целый день, полдня, под вечер будешь зевать постоянно. Короче, это не совет. Женщины? Я женщина? Ты что, охренел? Сейчас я меч достану и... Позор! Какой позор? Ты что, охренел? Я что? Не, ну смотри, какие сами, блядь, позорные вы волки. Ни хера не делаете, Лойза, вставай. Есть разговор. Продолжай. Я расчистил для тебя дорогу к пристани. Можешь спокойно приходить за припасами. Отлично, ведьмак. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. А как насчет рыболюдей? Водяные приняли твой дар и дали мне взамен амулет. Теперь рыболюди вас не тронут. Держи свою награду, ведьмак. Сколько? 400? Охренеть! Я думал, он мне всего 200 заплатит. Вот это тогда же я понимаю справедливость. Это реально справедливость, потому что, ну сколько же мы бегали, вы же помните? Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Короче, и ради чего, я думал, блядь, если мне заплатят 200 аренов, пошлю всех в жопу и заставлю его эти 200 аренов проглотить. А нет, 400 мне. Короче, теперь я у него наварился на 600 аренов. 200 тогда мы за сделку провернули себе, короче, намутили. И 400 еще. Итого у нас теперь 3455. Ну, нормально. Че? Еще так тысячу с половиной насобирать, да, и... В принципе, можно будет уже доспехи новые покупать. Более мощные и более красивые. Кто-то меня пытается залупаться. Лавун? Давай уже напоследок тебя угощу. А то мне надо в зиму, я времени своего на вас тратить уже не могу. Меня ждет город. Меня ждут великие дела. Меня ждет расследование и разоблачение Азара Яведа. Надо еще там навариться, потому что мы же там контракт это выполнили. Отдадим Калекштейну то, что он просил. Отдадим Зикхриду то, что он просил. Отдадим Садовнику то, что он просил. Отлично вообще. Как мы так справились? Но на болото мы вернемся позже. Позже это когда? Это когда нам надо будет вставлять эти сифироты в обелиски. Вот тогда мы снова вернемся на болото. Ну а пока что нам тут делать уже нечего, в принципе. Конечно, довольно-таки красиво и мрачно и все такое, но... Нам пора. Смотрите, такая затопленная хижина, видите? Есть свои, конечно, прелести в этих болотах. Но долго находиться здесь не советую, потому что слишком опасно. Если мы все время там в городе, когда бегали, думали, когда же экшен начнется? Тут утром никто не атакует. А здесь атакуют день напролет. И ночью еще больше. Ласточкино зелье сорвем. Так, паромщик. Погнали отсюда. Нужна. Что? Что? Куда можешь меня отвезти? Вожу людей из Визимы на болото и обратно. А мы спрашивали. Перевези меня на другую сторону. Время, деньги. Ты определился? Пять аренов потратим на тебя. Готов? Да, плывем в город. Так, ну вот. На болотах мы побывали. У нас на это сколько ушло? По-моему, пять серий, то ли сколько, то так. Ну, в общей сложности пять серий подряд мы были на болотах. В принципе, неплохо. Так, вот мы в самбе. Вот наш родимый город. Хм, наконец-то. Итак, столько всего надо сдать. Столько всего мы привезли с собой с болот. Тут дождь что-то идет. Архиспору привезли до Винсента Мейса. Так, паромщик. Лео Варден еще не пришел. Спит, зараза. Конечно. Жирный сало отлеживает свое. Портовая шлюха. Нравится, но я уже с вами спал. Так, погнали. У костра помедитируем пока. Пока Лео Варден точно проснется. Я не могу медитировать, когда огонь погас. Надо его разжечь. И разжечь не могу, потому что у нас же нету... Кремния-то нету. И огнем ничего не могу сделать своим, потому что Игни деактивирован из-за того, что сейчас уже не опасное время суток, и он не использует свои знаки, потому... Ну, шикарно, блин, ну, шикарно. Отварите, ребята! Ладно, Лео Варден я найду позже. А может там в бочке есть какие-нибудь кремнии? О, кремнии, отлично! А, свободного места нет? Что, охренели? А что нет? Давайте что-нибудь тогда жрать тогда, не знаю, мясо жрать. Бутерброды с мясом. Мы же с болот приехали, голодные, как собаки. Все, теперь заберем кремний. Идем, валите солдаты, идем разжигать огонь. И дожидаться Лео Вардена, чтобы уже тут на дамбе все быстренько поделать и пойти уже в портовый, точнее в храмовый квартал. Так, давайте огонек нам. Все. Сейчас главное умно поспать, чтобы Лео Варден точно уже появился. Где-то примерно, ну, вот так. Я надеюсь, он уже в это время будет. Ближе к 12 это часам. А дождь все льет. Так, сколько время? 11.30. Лео Варден уже должен быть на месте. Да, он там. Подсвечивалось. Кто-нибудь хочет переправиться. Надпись его имени. Длинного. Льет в полную силу. Да, отвали жирный, блядь. Как мы с тобой разменемся тут. Сало нарастил. Привет. Да? А давай поторгуем. Ох, вот это я и хотел. Смотрите, сколько всего можно ему сплавить сейчас. Золотое кольцо с сапфиром. Золотое кольцо. Серебряное кольцо. Серебряное кольцо с янтарем. А вот шаль, ну не знаю, шаль пока оставлю. Шальная шаль, пускай у меня побудет пока что. Она мне не мешает. Надо еще узнать, кому сплавить можно волчьи шкуры. Это вот мне интересно. Кто их покупает? Так. Пристань теперь безопасна. Я знал, что профессионал сможет с этим справиться. Вот твоя награда. Спасибо. Пусть твой бизнес процветает. Да? А Рюварден же нам должен нормально платить. Он такой же богатый чувак. До свидания. А ну посмотрим, сколько он заплатит. 400 аренов. Ну как Лойза. В принципе мог бы и 500 заплатить. Жопа чухаешь. Ну да ладно. Я доволен. Смотрите, 4100. Еще 900 аренов насобирать. И у нас будет этот... Доспех. Так, теперь давайте выясним, что нам надо первонаперво. Мальчика мы уже пока не найдем. Это когда уже найдем, его туда приведем. Это я так понимаю, если правильно помню, будет в третьей главе аж мальчик найдется. Маленький. Халькштейну отдать костный мозг Альгулей. Зигфриду отдать языки плавнов. Садовнику отдать корневище эхенопсов. Отдать Винценту Мэйсу растение. Это кровожадное. Надо еще как-то к Шане попасть. Она же бабка не пускает туда. И поговорить Шане о мече. Конечно. А как мы это сделаем, если мы... Нихера не можем. А, еще письмо доставить Вивальди. От этого. От Яевина. Надо улики искать. Покер с костями. Разыскать профессионала, если он есть. Мы обыграли Язона. А кого еще можно обыграть? Кармен, по-моему, надо обыграть. Мы же с ней вроде не играли, нет? Не помню. По-моему, не играли. Или играли. Короче. Потом посмотрим. Лео Варден. Ждать ход Лео Вардена. Тут мы вроде как узнали, что Берингар мертв. Хотя мне так не кажется. Ждать, когда со мной свяжется Реймонд. Тут надо еще два Сефирота найти. Расспросить Калькштейна о том, как открыть башню. Остражники голями. Короче, идем туда, в город. Сейчас будет много чего интересного впереди. Но первонаперво, собьем со всех бабло. Может тогда уже реально хватит нам на костюм. Сейчас мы это и проверим, как раз. О, маленький мальчик. Меня прислал милоздарь Марлоу. В чем дело? Он сказал, что у него появилась новая информация. Он хочет, чтобы ты отправился к нему домой как можно скорее. Спасибо за информацию. Эй, это не маленький мальчик, это смелый мальчик. Охренеть. Он в такие игры не играет, короче. А маленький мальчик играл и доигрался. Этому, блин, добрая тетя на педаль не нажмет. Этот смелый мальчик тетей доброй так нажмет на педаль, что тетей доброй и мало не покажется. Ку-ку, а кого вы тут выглядываете? А, сразу ушла такая, палила на меня, да? Шпионка. Это как, знаете, как злостные соседи. Когда ты выходишь из своего дома такая, присматриваются к тебе такая. А только ты замечаешь на нее, смотришь так в упор. И она сразу отворачивается и сваливает. У всех же есть такие соседи. Любопытные. Марлоу, ты уже вернулся, я смотрю, да? Реймонд. А ну-ка. О, сидит уже. Кстати говоря, кому не видно, да мы всем не видно, короче, под моей мордой сейчас дрожит медальон ведьмака. То бишь он реагирует на магию или на чудовище. Почему он так дрожит, мы об этом позже. Давай, говори со мной, давай. А че это ты тут понаставлял? По-моему, этого раньше не было и ковров этих вроде как раньше не было. Понакладывал тут. Хотя я могу ошибаться. Добро пожаловать. Ты не поверишь, что случилось. Да? Не так быстро. Мне пришлось потратиться. Сколько я тебе должен? 200 аренов. Ты че, выманивать будешь? Кто-то охренел. Расходы как-то сильно выросли. Я не пророк лебеда. Я не могу питаться корнями, ягодами и ключевой водой. Как и мои информаторы. Уверяю, это необходимые расходы. Хороший, блядь, подавись своими аренами. Вот тебе 200 аренов. Перейдем к делу. После нападения они перевели пленника в другое место. Плохо. Особенно учитывая, что больше мы от него ничего не добьемся. Вчера ночью он умер. Как это случилось? Ну, он был не в лучшей форме, так что ничего удивительного. Но мне кажется, что... Кто-то помог ему отправиться на тот свет. Точно. Шани твоя добрая подружка, так ведь? Пусть сделает вскрытие. Тогда мы узнаем причину смерти. Ты за мной шпионишь. Это моя работа. Бывай. Так, я должен договориться с Шани и забрать тело у могильщика. Поговорит Шани о вскрытии. Конечно, я поговорю. Но поговорю с ней уже на работе у нее в этом, в лечебнице. Потому что, ну реально, я же не могу через бабку пройти. Что? Вскрытие. Это обязательно? Без него мы не сможем двигаться дальше. Бывай. Ну ладно. Короче, Шани поговорим потом. Сейчас пойдем тогда пособираем награду. Так, перво-наперво зайдем к Зигфреду. Посмотрим, что он там нам может предложить. За языки... Плавунок стопэ. А он там или там? Там я его что-то не вижу. Маленькие мальчики, валите, а то тоже пропадете. Только уже по моей вине. Может он тогда здесь? А вот он сидит себе. Сундук. А что у тебя в сундуке, Зигфред? Ничего хорошего. А, ну мы тут уже смотрели. Привет. Геральт, я хотел спросить тебя, не хочешь ли ты вступить в орден? Да ты задрал уже, я же тебе сказал, что не хочу. Я пришел по объявлению. Я так и знал, что тебя это заинтересует. У тебя есть доказательство, что ты убил 10 плавунов? Да, вот их языки. Погоди, мне нужно это записать. 10 плавунов. Отлично. Вот твое золото. И сколько? 200? 150? Да ты что, ты... Неужели вас в ордене... Так мало вам платят, что вы... Такие награды даете. Мелкие. Тем более, от друга Зигфреда это как-то... Немного даже обидно, столько мало получать. Ладно, может мне садовник даст больше. Хотя я сомневаюсь, он мне там 50 аренов всего даст. Наверное. Он же бедный садовник. А вот орден мог бы уже и раскошелиться мне нормально на награду. Нет, они не раскошеливаются, они желобы. Давай. Хватит доить деревья. Сколько? Сто! Нормально еще дед выкинул денег на меня. А что тебе можно продать? Смотри. Смотрю. Шкуры не покупает. Кто ж шкуры-то покупает, волчьи? Мне вот это интересно. Или мы уж их уже просто выкинуть нафиг и не париться. А пойдемте-ка, знаете что, пойдемте к Талеру домой зайдем. Может Талер покупает шкуры. Он же этот, как его, барыга. Ему же все там надо нахапать, покупать. Он же этим живет. Вон он сидит. Уже проспался? Сколько время? 12.30. Нормально. Ну так что? Будем рожи корчить или у тебя чертово дело? У меня чертово дело. Ой, играешь? Кстати, может он профессионал? А ну давайте посмотрим. Ну а ему только селитру можно продать. Ну охренеть. Ладно, продали. Давайте поиграем. Ну так что? Играешь? Да я самый, курва моя мать, великий игрок в покер. А что? Сыграем? А кишка не тонка? А ты проверь. Да ты не сомневайся. Я ведь так, сучья мать, и сделаю. Молоток. Давай, сучья мать. Играем. Просрать бабло. А то сейчас... У Талера можно реально бабки поднять. Смотрите сколько. Ставки какие. Главное поднять, а не упустить. Так, пара на пятерках пока что. Нормально. Живем. У него тоже пара на пятерках, и даже... Не, пара на пятерках. Вот собака. Счет у меня плохое предчувствие. Геральт, Геральт, давай. Пять. Сет на пятерках. Падла, почему? 262 просрали. Я не могу просрать свои бабки. Пара на... А нет, две пары. 4 и 1 у него. 3, 3... Ладно, пока живем. Нет. Нет. Если он сейчас выкинет сет или там что-нибудь такое, то нам хана. Вот сука, проиграли. 300. Сохранимся. И будем играть до выигрыша. Че ты так быстро сел? Не садись. Вставай. Пока мы с тобой не поиграем нормально. Ну так что? Ну так что, давай играть. 400 тысячи аренов у нас. Надо, чтобы было больше. Давайте. Так, нормально пока. 6-6, 1-1. Поднимаю, поднимаю. 5. Погнали, 5. Давай, Талер, 5. В рот тебя ебать. Че дальше? Ну а ты охренел, ну ты охренел, Талер. Ты охренел. 352 рена просто на. 2-2. Да это ж мало, мать его. Это ж пипец просто. Сейчас будет опять пипец. У него уже сет. Я не знаю, я повышаю, повышаю. Куда я повышаю? Зачем я повышаю, блядь? Сейчас будем переигрывать. Да повышаю по полной. А вдруг повезет, а мало ли. Бросай кости и... Не в рот ебать. Опа, повезло. Ага. Усрался. Еще разик, 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 выиграй, Геральт. Ну, разик, я тебя прошу. 3-3. Блядь. Тоже так само, ровно. Давай, Геральт. Не сдавайся. Не сдавайся. Тройка. 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 Сет у нас есть. Если он сейчас выкинет тоже тройку и... Какого хрена? Продули, короче. Продули, короче. 800 с хреном аренов. Да ты что, издевайся. Я, конечно же, я буду... Все несохраненные данные будут утеряны. Конечно, продолжать. А ты думал? Будем, мать его, переигрывать, пока не выиграем у Талера. Иначе это не дело. Нет, нет, нет. Так, дела неутся. Я ж, блин, коплю на это. Принесла нелегкая? Сейчас нелегкая унесет. Я ж коплю себе на доспехи. Ты что? А что мне 3890, если было 4000? Ты что, оборзели что ли? У меня сет, у него две пары. Каре, выкинь каре. Ну, выкинь каре. Ну. Пошел в жопу. Тогда. Ха, сука. Ну почему у него сет больше, чем у нас? Это жестко. Это просто жестко. У него сет на шестерках, у нас сет на... Так, тихо. Три-три. Все равно херня. У него больше. Ну капец, ну это ж капец. Да тут полная срака. Тут и ежу понятно, что мы продули. Пять-пять. Да нет, ну по-любому у него старше, у него сет. Нет, так дела не делаются, Талер. Так дела, мать твою, не делаются. Дела делаются так, когда я выигрываю. А не когда ты меня до гола раздеваешь и оставляешь просто ни с чем. Так дела не пойдут. Пока я у тебя, сука, не отожму бабло, я никуда не уйду. Играй. О, четыре тысячи, теперь нормально, теперь можно играть. А, потому что я тогда ставку делал. Я дебил. Так. Вообще ничего не выпало, вы охренели. Все равно я возьму и... Все равно я повышаю. Играю до победы, я сказал. И возьму и сделаю вот так вот. Переброшу то, что мелкое. Да ну, охренеть. У него коры. 700 просрал. Эта игра просто не дает нам реально выиграть. Ник, тут тут опять ничего нету. Ну что это? Нихера нету. У меня просто ничего. 6, 6, 5, 4, 3, да? Жопа тут. Какого я проиграл? У меня же вроде больше. Че? Какой-то непонятный покер, честно говоря. У меня вроде там было... Ну, если по сумме этих чисел на костях... У меня вроде больше там сходилось. У него двуйки были. Какого хрена он выиграл, я не... Черт. Хотя ладно. Ну так что? Ну так что, давай. Очередной раз уже. По полной ставке. Бросай. Ну, 4, 4. О, вот это теперь я понимаю. Сет на четверках у него. Сет на тройках. Главное, чтобы он скотина коры не выкинул. Он реально, он же говорил, что я самый мать твою там лучший игрок в покер. Вот он и это доказывает. Скоти! А, не, 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 нормально. Пока все окей. Шесть, четыре, четыре, пять. Пара на четверках у нас. У него пара... У него... У него большой стрей. Тут уже просрать только так можно. Но мы все равно будем повышать. Все равно, мать его, будем повышать. Да, это бесполезняк. Сейчас он выкинет и... А, он даже ничего не выкинул, потому что у него и так большой стрейт, ему выкидывать просто нечего. Три, три, три. О, нормально. Сет на тройках. У него две пары. Ну, не знаю, я рискую, конечно, но сейчас посмотрим. Ничего. Если он сейчас ничего не выкинет, не выкинет ли он какой-нибудь там сета или... Блядь. Конечно, выкинет, собака. Потому что он не может не выкинуть. Ну, охренеть. Я не закончу эту серию, пока мы не выиграем у него в покер. Хоть, блядь, час целый будет идти серия. Но я у него выиграю. Талер, ты прохреневаешь. Ты просто, сука... Ни херна себе, блин. Самый тяжелый, наверное, игрок в покер. Даже Ода в предместях и то меня так не бесил, как этот Талер. Это ж сколько, блин, надо у тебя... Мучиться с тобой, чтобы выиграть. Два, два, три. Где ты так учился? Ты явно мухлюешь, собака. Вот мразь. Ну уже... Уже у него... Ка биздец, короче. Я очень сомневаюсь, что нам тут улыбнется удача. Нам тут говно, залупа улыбнется. Ну, конечно, флеш-рояль у него. Охренеть. Все четверки, С-3, блядь. Вот и как тут выиграть? Вот как? Тут просто нельзя выиграть. Тут только усраться, испугаться и спрятаться. Та! Какой тут! Жопа, жопа, полная жопа. Ладно, играем в последний раз, потому что у нас уже реально будет затянутая длинная такая серия с этим покером, блин, с этой игрой с Тайлером. Это жесть. Он бы нас реально, если бы мы не переигрывали, не сохранились бы, он бы нас раздел бы до гола. У нас бы на доспехе уже тогда ничего бы не осталось бы. Ну так что? Ну так что? Если мы этот раз не выигрываем, то будем уже играть в следующей серии. Что делать? Уже нам реально надо заканчивать. Два-три. Опять говно. И у него ничего, это уже хорошо, это уже более-менее справедливо. Говно ты собачий, а не Тайлер. А, пара на четверках. Так что она нам не даст-то, пара на четверках? Ничего она не даст. А у него пара на шестерках, даже две пары, охренел. Да это безпроигрышный вариант для Тайлера. А для меня это хана. 4-4-5-5, ну уже лучше. Но все равно я сомневаюсь, что я тут выиграю. Вот пара, у меня две пары, ну ладно. Двушка. Ну-ну, Геральт, ну не подкачай хотя бы раз. Вот этот раз не подкачаешь и все, и будет хорошо. 3-3. Ну, слабо, Геральт, слабо. Конечно, ну все, это уже все. Это просер. Даже не хочу ничего ставить. Ну, уравнять уравняю. Я могу только разве что перекинуть вот так вот еще. Пятерки, тройки. Да, это херня, мы проиграли. Короче, ладно. Такая вот была у нас игра в покер, пока неудачная с Тайлером. Ну, к сожалению, там, надеюсь, никто не в обиде. Думаю, многие смотрели эту серию, посматривали ради того, что там, может, в конце мы выиграем у него. Но это мрачный мир Ведьмака, это мрачная фэнтези, потому в мрачном фэнтези, как обычно, известно, финал бывает не такой, как ожидаешь. Потому в следующей серии уже будем доигрывать с Тайлером, как-то я не знаю, что нам с ним нужно сделать, чтобы у него выиграть. А пока что все необходимые ссылки у нас под видео в описании. Подписываемся, ставим пальцы вверх, если понравилось. С вами был Морган, всем до новых встреч, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok